Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Забугром Лайф и с вами Олег Забугорский. Небольшое видео, которое я сейчас записываю для старых моих подписчиков канала Забугром Лайф, а также для людей, которые решили подписаться на наш канал. Кто такой Олег Забугорский? Кто такие Забугорские? Откуда они взялись? Ну, во-первых, мы семья иммигрантов. Мы приехали в Соединенные Штаты Америки три года назад. Вот как раз 28 марта исполнится три года, как мы в Соединенных Штатах. Семья из Москвы. Приехали мы в США первоначально, как раз в Калифорнию, город Риверсайд, где прожили три месяца и потом, по воле судеб, нас перенесло в Колорадо, где мы прожили два замечательных года. И многие, кто подписан на наш канал давно, а канал уже два года будет как раз вот в феврале, следили за тем, как мы жили в Колорадо, как мы с вами ходили в горы, как мы летали на квадрокоптере Карле, который, кстати, появился у нас с Техаса. Да-да, из Техаса. Два года назад, летом, вот как раз будет летом, как мы приобрели первый DJI Phantom 4 и начали летать в Сан-Антонио. Первоначально канал The Bugroom Live появился в Перископе. И впоследствии многие наши подписчики, наши уже друзья, порекомендовали нам сделать канал на YouTube. Собственно говоря, мы постепенно и переносим основную часть аудитории из других социальных сетей, ВКонтакте, Фейсбуке, Перископ, к сожалению, загнивающий, именно на эту площадку YouTube. Задача зарабатывать на YouTube, как правило, такая не стояла. Было именно в первую очередь, именно интерактивное общение, рассказ о нашей семье, технические новинки, которые появляются в мире, не только в Соединенных Штатах Америки. Я очень активно, вы знаете, слежу за девайсами, гаджетами, которые помогают в лайв-стримингах, бродкастингах, прямых эфирах. Поэтому часть моих видео как раз наполнялась ранее, ранее наполнялась, когда мы жили в Колорадо, именно такими сюжетами, где мы что-то покупали и вам об этом рассказывали. Прожив два года в Колорадо, по воле и судеб, мы переезжаем в Калифорнию. В Калифорнии мы прожили с вами, а именно так это и было, сначала в Сан-Диего. Это тот город, где в 2000 году я получил образование, американское образование, специалиста по реставрации автомобилей. И именно поэтому мы отправились сначала в Сан-Диего, так скажем, наладить основополагающие контакты с моими американскими друзьями, моими американскими коллегами и в первую очередь с моим американским учителем Прэнтисом. Многие из вас его уже видели, я показывал, как мы были на проекте в Лас-Вегасе, ну и на других проектах тоже. Очень уважаемый мною, моей семьей человек, благодарность ему огромная, потому что, во-первых, в 2000 году он дал мне уникальные знания, которые, собственно говоря, и помогли мне в России, в Москве, честным трудом, работая руками, делая обучение, преподавая классы по реставрации вмятин без покраски, детейлингу, полировка, химчистка, ремонт интерьера, ремонт стекол, ремонт литых дисков и много-многое другое, он дал мне такие знания, которые позволили, в свою очередь, обучать многих людей. У меня ни много, ни мало, 4,5 тысячи учеников по всему СНГ. Не очень сложно меня загуглить Олег Тимощук, и вы найдете то, что я эксперт журнала «Кузов», создатель компании «Автостиль», «Тампира», «Таллара», «Чипсовей Раша», «Геон Раша», много-много-много компаний, где я участвовал, принимал участие. Но вы знаете, что такое бизнес в России, многие из вас знают, многие из вас сталкивались с тем, что, так скажем, никто, даже Шварценеггер в Калифорнии не может быть застрахован от того, что он будет на пике популярности всегда. Это вот, кстати, я быстро так отвлекаюсь, это из разряда последних событий, когда Шварценеггеру отказали в бесплатном номере «Люкс» в отеле, который он открывал, когда он был губернатором штата Калифорнии. Ему отказали. У нас, говорят, нет свободных, но вы можете оплатить. Он, так скажем, тогда получил от них гарантию, что в любое время, мистер Арни, вы можете к нам обратиться, и мы вам предоставим бесплатно. За вами будет забронирован всегда готовый люкс. Они ему отказали. Он прямо напротив отеля улегся в спальный мешочек, в спальный мешочек, и сказал, «Никто из нас, друзья, не застрахован от того, что мы будем вечно популярны». Так вот и бизнес в России шатко-валко переживал все критические моменты рублевых, долларовых скачков. Ну, и некоторое, так скажем, время 2000, сейчас я скажу, точнее, 13-й, 14-й и 15-й годы, это уже были такие достаточно сложные и связанные с кризисом экономическим, политическим в России. Мы приняли решение. Или точнее будет сказать так, за нас приняли решение, мы, к моему великому сожалению, покинули Россию. К великому сожалению. Я в своих влогах, в своих лайвстримах на Перископе, в Ютубе, опять же, всегда говорил, мы есть и будем, останемся всегда русскими. Русская семья. Хоть мы и живем, как многие нас называют, в Пиндостане. Вот. Но это, так скажем, неприятность, эту мы переживем. Следующий момент. После переезда из Сан-Диего мы припопадаем в Голливуд. То есть, мы сейчас живем в северном Голливуде. Есть такой город Тарзана. Он чуть-чуть западнее. То есть, получается, Тарзана замечательный район. Замечательный чем? Огромное, большое комьюнити русскоговорящих. Мы действительно все время мечтали и наше социальное общение, общение с вами, друзья, именно основывается на том, что нехватка, нехватка близких по духу людей. Хочется самим чего-то рассказать, да, других услышать. Поэтому мы поселились в этом замечательном районе Тарзана. Уже многие из вас видели этот русский магазин, кстати, в одном из наших последних влогов, где мы ходим отовариваемся, покупаем тульские пряники, естественно, гречка, рыбка, хлебушек. Мы так и не смогли перестать кушать хлеб. Я уже сколько раз зарекался, все, все, хлеб больше не кушаем, куда там. Живот, мой живот, как говорится, где он был, так он там и остался, только немного стал побольше. Но, если честно говоря, я на эту тему, конечно, не комплексую. Единственное, знаю, что хлеб нашему организму, конечно, он очень вреден. Мы очень постараемся, мы очень постараемся, если, конечно, это захотим, избавимся от этой привычки. Ну, не суть. Магазин Базар, вот я вам его показывал, вот он недалеко от нас. Также школа, в которую мы уже устроили, Машеньку, но в связи с вот простудным заболеванием, инфекциями, как раз, которые проходят по Калифорнии, мы приняли решение пока ее не отдавать. Тем более, наши малыши достаточно сильно приболели и порядка больше 3 месяца, еще до Нового года у них появился этот вирус, кашель непроходящий, в результате чего я несколько дней назад обратился за помощью к терапевту, мистер Гузман, очень хороший доктор, опять же, меня с ним познакомила, Алла, стоматолог, я очень много-много приобрел здесь знакомств, шикарнейшие, шикарнейшие люди, профессионалы своего дела, о каждом буду из них рассказывать, это помимо звезд, многие меня спрашивают, ты много там звезд видел? видел, ребята, и познакомился уже со многими, но не хочу такими давать отрывками, мы будем по каждому плотненько. Так вот, в школу Машенька пойдет после того, когда уляжется, так скажем, вот эта вот эпидемия, потому что, ну реальная эпидемия, которая очень сильными осложнениями, и нам достаточно того, что они и без этого подхватили, и сейчас вот лечатся, антибиотики принимают, уже два дня принимают сиропчик, и слава Богу, спасибо вот тому, что мы познакомились с этим замечательным терапевтом. Так-то, так-то, вы знаете, я, как и многие наши славянские, русские папы и мамы, да, лечу детей самостоятельно. Банки, горчичники, компрессы, дыхательные, да, различные, так скажем, травяные настойки, ну, в общем, все-все-все, чай, мед, лимон, имбирь, бла-бла-бла, куча всего-всего. Но, как только вы действительно видите, что вот эти самые элементарные вещи не помогают, значит, в организме реальный вирус. Поэтому я вот на своем примере хочу вам пожелать, не доводите до этого, постарайтесь вовремя обратиться к врачу. Поэтому, если какие-то симптомы, которые, ну, у вас не пропадают, бегом к врачу, покажите детеныша, пускай посмотрит хороший, квалифицированный врач, как это сделал я, собственно говоря. Вот. Живем мы уже здесь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. О, пять месяцев, это уже шестой, будет шестой месяц. Да, почти полгода. Слушайте, как один день, реально. Вот только недавно переехали из Сан-Диего. Нам очень нравится здесь. Мы оформили договор на год. Что такое договор на год? Это лиз, да, то есть мы арендовали это жилье с гарантией на то, что мы проживем здесь один год. Естественно, при оформлении вот этого договора требуется достаточно много гарантий. Это банковские гарантии, ваш предыдущий аренда, то есть у вас должна быть история. В общем, много бла-бла-бла, которые требуют, так скажем, подготовки. Я об этом вам извиняюсь, полгода назад обещал снять видео. Знаете, как говорится, три года обещанного ждут? Прошу прощения, я сниму. Я сниму, потому что нужно будет сесть за стол более-менее, так скажем, спокойно, потому что через минут пять-десять придут мои ребятки. Снимаю я сейчас это дома в нашей студии, вот, но с приходом моих хомячков у нас дома тишина прекращается. Ну, пять, четыре, четыре года нашему Павлику. По привычке все время говорю, Маше пять, но Машеньке у нас уже шесть лет. Посмотрите, кстати, вот прошу, тот, кто не смотрел видео с дня рождения Маши, рекомендую, вот посмотрите о нашей семье. То есть, вот это вот праздник, день рождения, который состоялся, вот просто его, посмотрите, и у вас у многих отпадут вопросы, кто такие сбугорские? Если честно говоря, я пересматривал это видео, ну, наверное, раза три, так, чтобы вот подробно, больше всего я пересматривал тот момент, который связан с тостом Мисс Анюты. Вот. Я очень люблю этого человека. Мы с Мисс Анютой познакомились ВКонтакте, и, знаете, это я уже неоднократно рассказывал, но в основном в прямых эфирах я встретил Анечку в свой день рождения, 19 мая. Ну, мы познакомились ВКонтакте, переписывались, созванивались, но 19 мая, это как раз произошло через 3-4 дня после нашего знакомства, мы встретились, и просто, ну, вот я бежал на встречу к ней, она повернулась, увидела меня, и получилось так, что естественным образом мы обнялись, то есть первая встреча произошла именно мы обнялись, и я ее поцеловал. Обняв, я сказал, я теперь больше никогда тебя не отпущу. Вы знаете, так и произошло. я ее так и не отпускаю, и не отпущу. В этом году, вот в этом году, в 2018, будет 8 лет, как мы вместе, 19 мая. 19 мая мы вас всех приглашаем на наш юбилей, а он будет, он обязательно будет, потому что для меня каждый день с моей семьей, и каждый день с моей любимой женой, Мисс Анютой, это начало новой жизни. Каждый день. И вы знаете, возможно, для многих эти слова прозвучат как ой, что он там лепит, он чисто такой фейковый весь. Ребят, я так это ощущаю. Я приношу извинения перед всеми, кто меня не понимает, кто не понимает мой язык, но я абсолютно искренне стою сейчас перед этой камерой, и искренне хочу рассказать о том, как легко, легко избавиться от всей своей прошлой жизни, избавиться от алкоголизма, избавиться от зависти, но я борюсь с этим, я не могу сказать, что я полностью избавился от этих комплексов. У меня, конечно же, возникает чувство зависти, чувство агрессии, чувство, так скажем, предстрессовое чувство, но я с этим учусь справляться, я с этим стараюсь не бороться, а справляться путем договоренности, то есть я стараюсь внутренним своим голосом оценить себя, если бы я поступил иначе, то есть, знаете, мы вот зачастую привыкли делать поступки, которые делаем по шаблону, ну вот, знаете, как ком, ком валим, 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 а стоит только раз начать делать не так, как ты делал раньше, и почувствовать разницу, как к тебе поворачиваются люди, которые раньше даже даже в твою сторону не смотрели, или наоборот, то есть, ну вот, попробуйте в своей жизни изменить, я не призываю к тому, чтобы вы прямо сейчас что-то поменяли в себе, это делают многие, я просто хочу, чтобы вы начали себя чувствовать, а когда ты начинаешь, как бы, знаешь, заходишь со стороны и смотришь на себя в лице, например, другого человека, ой, господи, я бы так не поступил, о нет, а я бы тоже так сделал, вы знаете, очень интересно изучать самого себя, и я вот, видите, отвлекся, я в этом видео хотел немного более-менее рассказать нашей сейчас жизни, да, но я все время увлекаюсь рассказом собственных ощущений, возможно, возможно, опять же, повторюсь, меня не все понимают, но, ребята, пишите свои комментарии, если, если вы не можете написать здесь в ютюбе, пишите мне в личных сообщениях, в контакте, пожалуйста, в фейсбуке, Олег Забугорский, искренне, если это здоровые, так скажем, вопросы, на все вопросы отвечаю, ребят, есть, конечно, вопросы, которые мне присылают, ну, действительно, знаете, такие, вот, как уехать, я вот сейчас закончу школу, хочу уехать, я на них тоже отвечаю, я говорю, что просто так уехать сюда не надо, не надо сюда вообще уезжать, нужно сформировать себя, если у тебя есть просто такая мечта покинуть страну, но ты не имеешь за собой, за спиной никакого багажа, никакого экспириенса, это, конечно, авантюра, я видел здесь очень много молодых людей, 18, 19, 20 лет, уехавших из своей страны, сами из себя, честно говоря, ничего не представляющих, только, дайте, большой мешок амбиций, огромный мешок амбиций, который переваливает, перетаскивает из стороны в сторону, ребята, нужно научиться учиться, знаете, как бы каламбурно это звучало, учиться, учиться, и еще раз, как учиться, как завещал великий и могучий, не буду называть его имя. Я к чему это все говорю? Ведь, понимаете, человек, родившийся в нашем мире, я имею в виду в том нашем мире, где жили наши родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, я считаю, мое личное забугорское мнение, должен получить, так скажем, какой-то experience именно в этом окружении. Конечно, многие ребята получают образование, уезжают в Англию, в Германию, в Америку, но это немножко другое. Те люди, которые, например, большинство встречаю я, именно целенаправленно едут менять свою жизнь. Знаете, таким нахрапом мы такие талантливые, мы все можем, мы пробьемся. Не исключено, не исключено, что и такие есть, которые действительно, знаете, попадают в нужное время в нужные, к нужным людям. Но, как показала практика, и большинство этих людей, собственно говоря, впоследствии работают на перевозке мебели, на стройке, официанты, ну, на ту работу, которую, собственно говоря, они не особо рассчитывали. Поэтому, я бы рекомендовал, ребята, никуда не дергаться. Если вам не угрожает, так скажем, ничего в вашей жизни, оставайтесь у себя на родине, до появления действительно возможности расширяться, до появления возможности сменить, если вы хотите место жительства, но уже с опытом, балансом, который вы можете в багаж своих знаний забрать. В Америку не обязательно приезжать с огромным количеством денег. Меня многие спрашивают, сколько денег нужно для переезда? Да не деньги нужны, а нужна хватка, нужны знания, экспириенс. И, естественно, с таким знанием, багажом, экспириенсом, разрешением на работу вас возьмут. Тогда вы, конечно, сможете экономически устроиться, если это для вас важно. Многие творческие люди, конечно же, находят свою реализацию здесь, как артисты, талантливые спортсмены, музыканты. Это тоже можно. Так вот, друзья, я, собственно говоря, в этом видео очень сильно отвлекся от основной задачи рассказать то, что у нас происходит вокруг, рассказать немножко нового для вновь подписавшихся и напомнить нашим старичкам, которые уже на канале с нами почти два года. Мы продолжаем жить в Северном Голливуде. Это район Тарзана, наш замечательный русский магазин, который я вам уже показывал, базар. Мы с вами в нем были неоднократно в прямых эфирах и это замечательно. Семья, пока я начинал снимать, ушла в магазин и в этой студии было достаточно тихо. Сейчас семья уже вернулась и у нас время ужина и подготовки ко сну. Мы спать ложимся достаточно рано. я ложусь, стараюсь в 9 часов уже уйти в царствие морфея и постою в районе 4-4-30. Для этого мне достаточно времени привести свой мозг в активную стадию и приступить к работе. У меня сейчас несколько стартапов. Один из наших видеопродакшн, который мы развиваем в Голливуде и в том числе полноценное участие в художественном фильме Клуб Z. Денис Соболев, режиссер, замечательнейший человек. Я о нем специально сделаю отдельное видео. Денис Соболев. Ну, естественно, о нашем новом проекте. Второй бизнес, так скажем, стартап, который мы здесь развиваем, так скажем, автомобильный. Грех было бы этим не заняться. Вы видели недавно, мы перевезли целую машину из Майами сюда в Лос-Анджелес. Это мобильная машина, которая позволяет полностью сделать чистку интерьера салона машины и кузова. соответственно, привести ее в состояние лакшери. Отполировать, отхимчистить, нанести защитные составы и все это делается вот очистка паром. Паром фирма Фортадор, Ламборгини Мотор, в ней это очень круто. Думаю, что если кому-то будет очень интересно, я сниму и на эту что у меня есть желание на наш канал добавлять технические обзоры последних новинок. Вот CS надо будет обязательно домонтировать вот эту вот нашу поездку. я выезжал туда работал. А, мы, кстати, вот что, мы с вами отправляемся 28-го во Флориду. Мы во Флориду улетаем, в Орландо. Это будет выставка Mobile Tech Expo. Я продолжаю там коммерческую съемку для компании Buff & Shine. Там мы поснимаем и, собственно говоря, еще будет несколько поездок в этом году в другие штаты, но об этом отдельно. Друзья, благодарю вас, благодарю, что вы комментируете видео, делаете наш канал более популярным. Делясь, делясь, именно делясь, так скажем, в своих социальных сетях, вот под каждым видео есть, так скажем, шернуть, шернуть, поделиться. Это одно из основных то, что помогает сделать канал более популярный. А за бугром лайв, вы узнаете, мы уже два года, мы два года. Ничего, как более серьезной колорабрации, мы не делали. То есть, у нас было две колораборации с ребятами своим ходом и с Наташей Квик. Огромное вам спасибо. Тем более, что действительно очень интересный Виталик с Лизой, с днем вас свадьбы, между прочим, мы за вами наблюдаем и благодарим вас за оказанную помощь. И Наташенька, замечательный человек, с которой недавно встречался. Почему я ее называю Квик? Мне прямо Наташа Квик врезалась. Пардонтис, Наташа Фальконе. Винсету привет. Так, на этой замечательной ноте, ребята, заканчиваю, обнимаю вас всех. Пишите ваши комментарии, ваши пожелания, опять же, вы можете написать мне их здесь, это более ценно. Ну, или же вы, если стесняетесь писать здесь, пишите мне в личных сообщениях ВКонтакте и Фейсбуке. Олег Забугорский всегда с вами из Голливуда. Игорь Забугорский